Так, я надеюсь, эфир начался. Это мой первый эфир, поэтому я вообще, честно говоря, не знаю, как это работает. А, вот вижу света, так что все заработало. Вот, всем доброе утро. Я сейчас вещаю из Таиланда, у нас уже 3 часа дня. Вот, этот эфир, это ответ на вопрос одной из подписчиц о том, как я первый раз решилась поехать на контракт. Значит, какой у нас будет план сегодня? Значит, во-первых, я сначала расскажу немножко о себе, да, предысторию, как вообще дошла это такой жизни, чтобы куда-то пойти, да, поехать. Затем я расскажу вообще, как это произошло. Это тоже была целая история, как я поехала на этот контракт. И в конце расскажу о том, как тогда, да, то есть не как сейчас я бы стала делать, а как тогда я проверяла, насколько это вообще безопасно, да, то есть как тогда ко мне пришло это решение. Да, доброе утро. Вот. Пожалуйста, задавайте, если будут какие-то вопросы, либо сейчас, либо потом, потому что я знаю, что мне писали, что будут смотреть записи эфир, да, оставляйте комментарии. И, может быть, какие-то другие темы, что вам хотелось бы еще осветить, или если остались какие-то вопросы. Итак, значит, я танцами занимаюсь 2009-го, примерно, года, и вот до 2014-го года я, получается, это делала в России. То есть что я делала, да, я сначала занималась сама, ходила в студию, так прямо суперактивненько, да, потом я начала сама преподавать, я ездила на конкурсы и как группа, и как сольник, да, я выступала на каких-то городских мероприятиях, в ресторанах, то есть все вот такое было в основном конкурсно-банкетная такая у нас, скажем так, была история, да. Что потом произошло? Произошло определенное, я считаю, выгорание, да, потому что хотелось двигаться как-то дальше, я всегда была фанатом танцев, а в моем городе, в Перми, особо возможностей каких-то нет, да, то есть у нас выступления всегда, это в лучшем случае грузины и армяне, да, вот, либо русскоязычные люди, с арабов у нас никаких нет, каких-то ресторанов классных с арабской публикой или с бендами, или с чем-то еще всего этого нет, да, поэтому была какая-то мысль, да, о том, куда дальше идти, но каких-то действий не совершалось. И тогда, в 2014 году, мы поехали, собрали всех наших девочек, которые вместе мы выступали везде, и поехали мы в Египет, в Шарм-эль-Шейх, вот, там у нас была поездка такая а-ля туристы плюс выступления, да, то есть днем и утром мы ходили на экскурсии, на пляж, вот, а, допустим, там вечером, да, у нас была договоренность, мы репетировали, у нас было шоу, мастер-классы, и мы выступали на нескольких площадках таким, именно как с форматом шоу, да, то есть там дуэты, группы и сольники в том числе. И это, конечно, было совсем потрясающе, да, то есть уже кто был в Египте, там, напишите, да, были вы, видели вы это, да, что там сцены очень красивые, то есть чем классен Египет, да, это просто, я помню, сцена была в Генине, в торговом центре, где просто ты подходишь к краю сцены, там огонь, у меня там чуть не сгорело, когда подошла к краю сцены, у меня платок чуть не загорелся, потому что не ожидали, да, там вокруг фонтаны, профессиональный свет, громкая музыка, короче, в общем, ты себя чувствуешь как вообще суперзвезда, плюс очень много арабов, то есть египтяне, они сами ходят в все эти места, и, конечно, там реакция, просто песня началась, там народ там встает, танцует, в общем, классно, очень нам понравилось, и прямо я вот помню там, когда была, думаю, блин, так классно, как бы так остаться, работать, вот это я понимаю, работа, да, там они там в ресторане Чиханатов в Перми, да, грубо говоря, то есть ничего плохого сказать не хочу, но это не сравнимо, да, вот, и тогда еще было одно выступление там, да, помимо, самое последнее наше выступление, у нас было не только шоу, у нас еще сначала была договоренность с местным оркестром, и мы выступали вот три девочки в 15 минут соло, я помню, что там выступала из Мауни, там, с Атарьхосына, еще что-то, у тебя была одна из трех счастливчиков, кто танцевал сольно, привет, привет, вот, и получила очень хороший фидбэк, да, что менеджерам очень понравилось, и вот эта девушка, которая нам помогала в организации в Египте, да, тоже сказала, блин, Оля, вот, вот ты прям вот египетский формат, вот было бы классно, если бы ты как-то вот поработала и приехала, но дальше вот этого небольшого такого, да, буста самооценки, это никуда не пошло, то есть мы уехали обратно, закончили свои каникулы, и поехали обратно в Пермь осенью, мне кажется, это будет, наверное, сентябрь, я думаю, но я не помню точно, сентябрь 2014, а потом в ноябре мне пишет другая подружка, и говорит, что, слушай, я нашла контракт в Марокко, там нужно три девочки, меня уже взяли, она говорит, еще одну, мы ее знали по конкурсам, и типа ищу третью, и надо какую-то похожую, да, плюс-минус, ну вот, и ты похожа на меня, мы всегда в групповых номерах стояли, как бы по разным сторонам, как прям, ну, похоже, по росту, по размеру, по фактуре, и она говорит, вот этого девушка набирает, напиши ей, вдруг тебя тоже возьмут, да, если ты хочешь поехать, а я тогда уже хотела после Египта поехать, вот, и я даже не писала, я просто добавилась к этой русской танцовщице, ВКонтакте, по-моему, и она мне сама сразу же написала, привет, ты хочешь на контракт? Я так типа, ну да, я вообще с этим добавилась, как бы, вот, она выслала мои фото-видео менеджеру, это тоже отдельная история, что там у меня были зафото, просто, а я там из гримерки, там я стою из конкурса, что не было никаких фотосессий, ничего профессионального, вот, и он одобрил, и все были в шоке, да, потому что, это тоже отдельная тема, выбор арабских менеджеров, как он происходит, но вообще смысл был в том, что очень долго они искали третьего человека, просто там может быть 50, не знаю, классных танцовщиц, там уже опытных, да, уже каких-то продвинутых, он не одобрил, а меня одобрил, вот, тоже плюсик самооценка, вот, но смысл в том, что вот нас одобрили, и мы сидим, значит, ждем билеты, и думаем, как же так, мы едем, непонятно куда, да, что делать, тоже нам непонятно, и вот теперь важный момент, да, это как проверить на тему безопасности, ну, сейчас я выдала уже немножко другие, конечно, рекомендации, но тогда это было, 14-й год, там не было ни инстаграма еще, да, то есть, по-моему, интернет, чуть ли не по карточкам еще был, ну, короче, в общем, было очень сложно такие какие-то, воспользоваться такими способами, значит, что мы делали, таким образом, смотри, шпаргалочка, во-первых, то, что мы ехали втроем, да, то есть, если вы куда-то едете первый раз, всегда, если вы можете найти кого-то, да, с кем, допустим, вы поедете, это всегда гораздо лучше, сейчас, например, да, можно найти людей в интернете, то есть, есть группы разные, чаты в телеграме, допустим, там, не знаю, русские в Марокко, русские в Таиланде, по конкретным городам, причем есть, да, есть в Facebook, какие-то группы, где можно познакомиться, есть в Instagram, можно по хэштегам найти, есть люди, переезжают на другую страну, начинают вести блог об этой стране, да, то есть, сейчас можно найти каких-то людей, с которыми можно как-то пообщаться, да, элементарно спросить, например, там, вы знаете это место, оно вообще работает, существует, да, в которое вы приедете работать, там, да, или какие-то вопросы дать по страну, то есть, как правило, люди даже на самом деле отвечают на эту тему, то есть, это что касается каких-то общих, общих каких-то моментов, да, это был первый, да, что мы ехали с кем-то, и поэтому нам было спокойнее, второй момент, это то, что в любом месте работы, как правило, все равно есть кто-то, кто работал до вас, и с этими людьми, опять же, сейчас, в 20-м году, очень просто связаться, да, то есть, очень просто найти этого человека, кто там, допустим, работал, и можно элементарно написать и спросить, вот ты там работала, или ты там работаешь, да, как тебе? Ну, единственное, что мне постоянно пишут, задавайте, пожалуйста, конкретные вопросы, да, потому что, как работать в Таиланде, это не вопрос, да, это тема для трехчасовой дискуссии, конкретно, тебе оплатили зарплату, да, мне там платили зарплату, или нет, ты знаешь, вообще-то мне не выплатили, да, там, тебя там обижали, или нет, нет, все было хорошо, да, да, я на привет, только почему по-английски, непонятно, вот, то есть, можно найти кого-то, да, кто там работал раньше, и спросить, как вам это рабочее место, все ли было хорошо, да, мы тогда тоже нашли этих девочек, то есть, там вот эти тройки, да, танцовщица, немного уже лет сменяли друг друга, мы прямо нашли тех, кто там сейчас, мы нашли тех, кто работал там раньше, все были живы, ни с кем ничего не случилось, да, все были очень довольны, были очень хорошие отзывы, третий момент, это узнать про страну, да, то есть, иногда я сталкивалась с тем, что люди едут в страну, и вообще даже не знают ничего, да, вплоть до того, там, что там, название столицы, да, ну, то есть, прям вообще ничего, да, то есть, мы элементарно тоже нашли какую-то информацию, например, сколько месяцев могут русскоязычные находиться в Марокко, без проблем, да, с иммиграционной службой, да, там, например, там, рейтинг преступности, что посмотреть, куда сходить, там, какие там цены, все это можно сейчас найти, да, то есть, элементарно ищите в инстаграме любую интересующую вас страну, подписывайтесь на людей, все, вы знаете все, что только можно про эту страну, да, в гугле находите, в Минфине еще где-то, да, тоже важный момент, потому что иногда, ну, люди, например, приехали, оказывается, там, визовый срок маленький, да, работодатель визу не делает, ну, в общем, понятно. и последний момент, это в идеале, все равно, конечно, всегда ехать куда-то, имея, некую сумму денег, подстраховочную, да, чтобы, если что, что-то не устраивает, пошел, снял себе отель, есть деньги там, переночевать, покушать, и купить обратный билет, улетел, все, да, у нас, сейчас, это не было, потому что первый раз, когда мы ехали, мы ехали даже до Москвы, на поезде, потому что у нас не было денег, на авиаперелет, и просто, короче, это такая была авантюра, на самом деле, но я не советую, да, то есть лучше все равно сюда ехать, и иметь деньги на обратный билет, или хотя бы тех, кто может вам купить, если что, вот, ну, то есть, резюмируя, что я могу сказать, да, что на контракт я поехала случайно, да, это не была какая-то запланированная акция, так сложились обстоятельства, не побоялась я поехать, потому что вот, были несколько причин, которые мне очень помогли, то есть, в другое место я, может быть, бы и не поехала, да, честно скажу, то есть, просто так сложилось, что это было очень знаменитое место, куда, где легко было, все было очень прозрачно, легко было все найти, да, которые все оплачивали, страна, где даже не нужна была никакая виза, там три месяца можно без визы находиться, да, то есть, много-много-много факторов, которые в это сыграли, вот, что было еще смешно, когда мы поехали, мы ехали, я говорю, уже на поезде с подружкой, и просто с нами ехала пара в купе, и, ну, мы ехать долго, 20 часов до Москвы, начали с ними общаться как-то, да, на эту тему, а куда вы едете, а кто что, ну, мы сказали им, что мы едем вот в Марокко работать, там, в кабаре танцовщицами, и они такие, типа, что, вас там укладу, крадут в рабство, все будет ужасно, да, то есть, короче, они прямо за нас так переживали, мне кажется, больше наших родителей, вот, но, на самом деле, как бы, да, то есть, им было невозможно доказать, что нет, это совсем другая история, да, это не то же самое, что там люди едут, там, непонятно куда, там, да, им там сулят золотые горы, еще что-то, вот, ну, в общем, в итоге они нас отпустили, конечно, с Богом, что они будут делать, с нами, вот, ну, к чему я говорю, к тому, что, это безопасная, на самом деле, сфера, если вы знаете, как в ней себя поставить, да, как найти работу, как туда поехать, проверить все, и, в общем, все с вами будет хорошо, вот, хотела я первый эфир, чтобы он был такой, коротенький, может, я сильно переживаю на эту тему, так что, примерно, вот, как я хотела, 15 минут, спасибо, кто смотрел, да, я вижу ваши сообщения, вижу Яну, вижу Свету, да, вижу Рауха, или Рауса, угу, значит, надеюсь, вам было это полезно, интересно, может быть, посмеяли, что-то немножко узнали, как-то, да, в своих мыслях убедились, либо, наоборот, что-то новое узнали, я хотела бы еще провести другие, да, Юля, следующий раз давай длинно, ну, конечно, легко сказать, в следующий раз будет эфир на тему, на второй вопрос, который я получила от подписчицы, это о переезде в другую страну, да, то есть, нужно понимать, что контракт, это не переезд, это просто работа временная, да, а переезд, все-таки, когда вы живете в другой стране, у вас есть виза, у вас есть аренда жилья, вы можете поменять работу, да, то есть, здесь у меня нет такого опыта, но есть определенные, скажем так, ну, уже такой жизненный опыт, понимание, как это делают другие люди, вот я хочу сделать эфир на эту сторону, на эту тему в следующий раз, вот, если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, кто будет смотреть записи, пожалуйста, пишите в комментариях, или в личку, может, какие-то другие темы осветить, мне интересна была бы не только контрактная сфера, мне было бы интересно еще, может, про какие-то другие страны, или про танцы в целом, про восточные, вот, так что, очень рада, все прошло хорошо, да, вам спасибо большое, увидимся с вами в сторис, в постах, в обратной связи, пока-пока.